Сейчас я приготовлю на гриле тосты из баклажан. Баклажаны мы подготавливаем таким образом, режем колечками. Средней толщины, тонкие не надо, потому что быстро сгорят. Берем решетку для гриля и выкладываем наши баклажаны. Таким образом подсаливаем их немножко. Следующий этап, подготавливаем помидоры. Мы их порежем и укладываем их поверх наших подготовленных кружочков баклажан. Да, должно вкусно получиться. Будет вкусно. Значит, вот таким образом. Чеснок еще будет? Чеснок можно на некоторые положить. Чеснок. Так, сверху накрываем такими же... А, чеснок, за чеснок поговорили. Значит, есть чеснок у нас как раз молодой. Значит, мы его тоже будем использовать в этом же рецепте. Значит, вот так укладываем сюда, между ними, между такими бутербродиками. А подсолить как-то не надо? Чеснок. А мы подсолили. Да? Первый слой, да. Но второй не надо, да, солить уже? Думаю, что нет. Можно еще сверху подсолить. Потом можно досолить. На некоторый получился чеснок, на некоторый нет. Значит, вот таким образом мы накрываем. Эти пойдут сюда. Сейчас этот помидор сделаем так, потому что будет скользить. Это так. И с этим поступим так же. Как раз у нас получилось количество. Значит, мы нашу решетку плотно... Да не так сильно зажимаю просто, Наташа. Нет. Повыше возьму. Зажимаем. Да. И отправляем жариться на уже прогоревшие угли на гриль. Следим, чтобы не подгорели они. Ну, по времени это, наверное, будет минут 7-9. Кабачки наши готовы. Мы их снимаем. Корочка, которая получилась слегка такая поджариста, мы ее потом в процессе, когда будем кушать, удалим. Потому что мы резали их достаточно немелко. Поэтому как раз это не помеха. Значит, вот таким образом. Ну что, пахнет хорошо. Мы их снимаем. Это такой вариант гриль, поэтому особо такая строгая сервировка в этом случае не предусмотрена. Такие получились кабачки с помидорчиками. Они пропитались соком изнутри помидора. Чеснок отдал свой им аромат. При желании можно при подаче украсить зеленью. Добавить еще, может быть, посолить. То, как любит. Некоторые заправляют бальзамическим уксусом. Это уже по вкусу самого человека, который будет употреблять. Приятного аппетита!